девчонки всем большой привет вы задали мне много вопросов я постараюсь честно искренне и самое главное справедливо на них ответить игорь привет скажи пожалуйста как ты справляешься с тремя детьми сборы нагрузки каждый день тренировки вот у меня одна и я еле-еле держусь ты как аксел хороший вопрос во первых я справляюсь это громкие слова наверное больше справляется жена наша помощница которая у нас есть старшему 8 младшие 6 самый младший год и 3 поэтому немножко такая большая разница это плюс потому что двое в школе практически каждый день да но не считая выходных вот ну а маленькая дома естественно там наверное немножко легче с этим а так когда мы все находимся вместе я скажу что дома происходит такой дурдом небольшой поэтому про справление как говорится и речи не идет то есть мы не то что все разрешаем детям но стараемся не ущемлять каких-то там вопросах если это какой-то наглёшь уже идет с их стороны там стараешься разъяснить и как-то сводить на нет вот эта ситуация поэтому ну по крайней мере сейчас один большой плюс что старшие подросли а маленькому маленькая ночь и игорь владимирович из каких вратарей ты бы слепил идеального голкипера лиры как обычно по футболу во-первых наверно когда ты моложе как я уже говорил да где-то у тебя есть любимые голкиперы где-то люди строят кумира себе вот но если отвечая на вопрос наверное рост куртуа игра ногами выбор позиции нойер ну и третье наверное минди на данный момент это вратарь челси то есть пластика и все остальное поэтому я считаю что это такая достойная тройка вратарей которые входит в мою лепнину можно таскать а тебя чтобы добавил бы ничего бы я уже старый все игорь каково это играть в 16 лет во взрослой команде ой милочи дапки принеси намекает на недовщие но сразу понятно то есть ну вот я хотел рассказать когда я пришел в основной состав то есть практически так же было только не тапки конечно тапками побежала немножко за другим напитком более старшим товарищем вот вспоминая те года наверное мне повезло в тот момент потому что команда была и молодая и опытно да был яновский сломатин семак ерошек гусев то есть могу перечислять на тот момент звезд и были березуцкие я много еще там ребят на молодых поэтому этот сплав молодости и такое станических плит как можно сказать наверное мне помог и плюс сами ребята сами по себе они были честные открытые 2002-2003 год это не 2022 21 20 то есть и поколение тех ребят был немножко другой весит но объективно говорить вот поэтому мне было очень легко и плюс валерий герой газаев никогда молодых не давал в обиду поэтому я себя чувствовал комфортно как 16 так и 36 поэтому вам чтобы здесь тоже стержень был как думаешь помог тебе вот удачный дебют плане становления конечно конечно помог я прекрасно понимал что или туда или туда может качнуться сюда при этом мне повезло на тот момент что опять же такая была команда и повезло что вот этот пенальти наверное как-то немножко меня подтолкнул что я могу да что то то есть потому что мы переход с юношеского футбола взрослого всегда он тяжелый да и наверное тренерский штаб на тот момент поверил что уже я же не сразу начал играть и одну игру сыграла сил запас валягиевич объяснял потом тем что нельзя сразу типа одну игру сыграл хорошо и ты думал сейчас я там все могу горы перевернула такого не бывает у меня плавно подводил к основному составу и вот слепил из меня то что было это что стало как ты относишься к съемкам рекламе и в какой рекламе ты бы точно не снялся я вообще негативно отношусь съемкам по одной простой причине потому что занимает очень много времени до за всю свою карьеру у меня было до массы предложения по рекламе по съемкам вот но когда надо было от клуба это все делать естественно я все это выполнял и делал то что касается рекламы опять же она может быть как у меня был контракт с адидасом на тот момент там три дня съемки были в турции на сборах у меня то есть я подскажу тренировки ехал меня гримировали там что-то мазали одевали я выходил в кадр потом ехал на тренировку и вот так вот все это продолжалось три дня вообще я считаю что кто как хочет тот так и распоряжается время из кому-то нравится сниматься в рекламе или в журналах пожалуйста это его право и его время и ему этого доставляет удовольствие мне это не доставляет удовольствие потому что не то что я такой закрытый или как на егэ бука как раньше говорили но свое личное время и пространство я всегда ценил потому что я хочу для себя больше потратите для семьи и времени чем на какие-то рекламные контракты или фото фото студию какую-то игорь расскажи про свой самый запоминающийся улов килограммов 20 не целом запоминающийся улов был в астрахани это было щука 12 килограмм мы вдвоем тащили на тот момент с администратором и начальником команд сергей палочами кунчику тащили по очереди потому что реально тяжело щука рыба такая сильная начинала с нами бодаться вот сначала он тащил потом я вот так передавали друг другу удочку вот но в итоге вся грязная работа но это то в кавычках досталось егерю который подтянул и взял подсачника и вытащил но я скажу так у меня еще был случай когда мы семьей отдыхали в таиланде мы поехали на платную рыбалку там написано английском гарантированная рыбалка то есть ты приезжаешь 4 часа сидишь рыбачишь но в итоге ты в любом случае должен что-то поймать вот у меня из виды самого был там 21 или 22 килограмма там был на небольшой пруд и не знаю там не могу сейчас наверно пол полфутбольного поля но я вот раза три-четыре так выходил с удочкой в итоге где-то минут через 40 я эту рыбу достал почти угадал 20 килограмм ну да то есть я сейчас могу в там цифрах ошибаться но около 20 что-то было вот это но это я скажу такое зрелище банки вот такие надуваются то есть это прямо постараться чтобы тащить прихорашиваются ли футболисты перед игрой мы например на судя по такому прекрасному лицу конечно нет то что касается меня нет не крашусь ничего не делаем естественно там но волосы поправишь потому что форму снимаешь там тренировочная на разминочной точнее вот но некоторые футболисты как у нас исландцы были они прямо стоят с гелем с воском делаю себе прически и чтобы красиво выйти на поле я думаю что если взять европейский футбол и европейский подход да вот людей футбольных то практически там все делают себе прически и прихорашивается и чтобы красиво выйти на поле ну это я заметил но в русской душе практически такого нет как можно справиться со звездной болезнью если она у тебя но у меня в априори она уже не может быть потому что я говорю возраст во-первых во вторых никогда не был ну по своим ощущениям этом замечено и в третьих мне это не надо было я человек простой я вырос практически во дворе 90-х да я прошел школу цска когда ничего не было я бегал с большими ребятами во дворе там ни до какой звездной болезни не быть даже если чем-то отличаешься лучше там умеешь играть да потому что в школе тренировался могу таскать даже все трофеи там включая кубок уфа мне голову никогда не вскружили и не могли скружить потому что у нас был валерий георгий газаев тренером если он замечал что-то какие-то там подвижки у ребят молодых то по голове быстренько все получали и возвращались свое русло а так я думаю что опять же зависит от человека какой он любит ли он славу не любит он слава ты бы кому не подошел фотографироваться или нет такой человек ну я был на мероприятии по моему даже и когда в сборной мы были еще там в свое время там софи лорен было то есть я не фильмы тоже все смотрел хотя не такой старый еще да как бы но нет я посмотрел на человека я понимаю что это суперзвезда то есть многие там подходили фотографируются но я понимаю что вот ее личное пространство она сидит просто приехала там на мероприятие там стол не банкет то есть я не имею права подойти и там сказать да этим сфоткаемся или еще что то то есть она сидит человек отдыхает есть ну посмотрел и посмотрел видел и виделся привет правда ли то что в детстве ты был низкого роста и специально для того чтобы подрасти ты висел на турниках открою маленькую тайну в детстве все практически низкого роста не считая нынешнее поколение какие волосы выходят но те ребята которые были низкого роста у них больше трофеев и наград за карьеру так шутка конечно но не то что низкого да и был всегда маленького роста в том плане что турник понятно помогает и с годами все равно ты вытягиваешься спорт тем более футбол или там не знаю может если бы пошел баскетбол а было бы 202 до каким-то то есть метр 85 мое вне вполне хватает и я никогда в жизни не жаловался и грех жаловаться потому что то есть у меня в моем организме моем росте все устраивает у меня есть вопрос ты когда-нибудь дрался на поле или вне его конечно дрались если открыть игру раменском 2004 года сатурном там все будет понятно то есть она и сейчас есть эта игра вот потом по юношам были какие-то стычки не то что прям рукопашную но такая жесткой жесткие истории были в калининграде команда на команду дрались то есть ну наверное никто не хочет проиграть даже в юношестве да а чтоб так вот конкретно там один на один на кулаках с кем-то то есть но не то что бог милого ты сама должен включать голову если ты можешь избежать конфликта всегда надо это делать то есть не понимать даже во взрослой возрасте там многие там вот там кто-то меня за дело мы там подрались но не понимая что у того человека то может быть нож или еще что то то есть и должен сам включать голову из холодной головой лучше просто даже если тут обзовет отойди в сторону и все люди зачем конфликт игорь ты устраиваешь дедовщина в команде это хорошая парочка конечно их просто нет конечно не устраивать дедовщину потому что сам через это не проходил опять же говорю что были какие-то моменты там сходить туда сходить туда но это нормально да когда там ладой сейчас но во-первых это некрасиво раз во вторых я ничем не отличаюсь от тех ребят которые моложе меня на там 10-12 лет это те же люди те же игроки и кого-то унижать или какую-то дедовщину я считаю что это неприемлемо и конечно шутки байки какие-то есть то есть молодой те это может ответить может не ответить и может это съесть но чтобы что-то так жесткое конкретное в нашей команде такого не было и нет есть такое что сейчас молодежь скажем так чуть смелее чем при твоем во второе время есть конечно смотришь на какие-то вещи и понимаешь что раньше не знаю там я вот по себе сужу например массаж и господи что меня загнать на этот массаж надо было не знаю там что сделать массажист меня просто за шкирку взял и к себе отвел потому что я боялся в том плане что опять же иновский си макс и ломатин там это ключевые игроки были на тот момент я еще не никто был да а сейчас просто идешь там смотришь этот на столе тот на столе там две недели в команды или из дубля взяли ну-ка встаем быстренько но может быть это тоже дедовщина как бы но опять же это все шутка конечно они лежат все делают у кого-то что-то болит вот ну что прям жести такой никак циска не было игорь привет расскажи есть ли у тебя секреты при отражении пенальти и что ты чувствовал перед тем самым легендарным ударом нет конечно никаких секретов нет я всегда говорю что все происходит случайно да у тебя есть какие-то навыки у тебя есть пока у меня это была какая-то интуиция потому что вот я говорю что там из 5 пенальти образно в сезоне назначает твои ворота пенальти я уже стою понимаю что будет гол то есть это необъяснимое чувство то есть но я понимаю что я уже ничего не могу сделать вот на сто процентов угадаю я не угадаю как тут не знает вот у меня здесь есть а есть такое что те назначают пенальти ты встаешь и понимаю что гол не будет и я был на сто процентов я уверен в своих силах и может быть и мимо кто-то пробьет то что касается пенальти на чемпионате мира уже много раз говорил что тут просто клубах случайностей которые произошел да то есть аспас бил все время когда мы смотрели с гинтеросом и перед игрой кто куда бьет до испанцы вот он бил в эту сторону то есть но я туда и прыгнул он ударил по центру и плюс если посмотрите за ворот он чуть-чуть сюда кому ближе к моей ноге случайно случайность нога осталось попал все мы вышли дальше и нет такого что я тут супергерой какой-то все сделал так как обманул сюда качнул там прыгнул много выставил там все случайно но ты думал тот мир что он решающий пенальти или постоянно не думал я понимал что даже если они забьют там еще будут по одному удару да то есть когда уже если ты должен отбить его да или отбить или пропустить другого не дано то есть вот здесь уже не рыжки наверно по-другому себя будет вести а тогда нет то есть я даже изначально не понял понял что он попал в ногу и даже если посмотреть на повторе я посмотрел куда он улетел и смотрю он улетел на трибуну и тогда уже все опустошение радости и все было игорь почему ты ушел в сборной неужели не хотелось побить рекорд сергея игношевича почему я ушел в сборной хороший вопрос во первых две травмы я уже много раз говорил вот во-вторых хотел сконцентрироваться на цска что сейчас спустя 4 года я думаю что мне удалось полностью вот и продлить свое долголетие в футболе и сейчас новый контракт то есть я понимаю что я могу еще там на два года подписать спокойно играть да в сборной у меня было все чемпионат европы и чемпионат мира то есть вечер я посчитал на тот момент что все как бы я этой команде отдал полностью я хотел чтобы немножко попозже конечно матвея появились и все да то есть хотел чтобы вот это плеяда вратарей тебя боль в большем плане раскрыл раскрыла как лидеров сборной потому что ну когда если не сейчас да ну глупо там держать место до 36 37 лет и никому не давая шанс какой-то то есть и при этом понимая что кто-то из ребят сильнее тебя данную секунду или на данный момент поэтому по поводу рекорда игношевича нет конечно у меня не было никогда таких мыслей такая мысль у меня была я бы по сей день бы был сборной и побивал бы не только игношевича чтоб вообще кнута не приблизилась ко мне поэтому я не тщеславный не алочный человек поэтому пускай сергей николаевич как можно больше продержится на первой строчке а вот матвей когда сказал про тебя что он не читает лично ты понял правильный посыл да не обиделся ну а мне на что обижаться у каждого опять же бы свое мнение и читать там кого-то слушать кого-то то есть за мою жизнь столько всего было там да то есть могли я думаю умный парень и такие слова кто-то воспринимает а кто-то так а я никак не воспринимаю поэтому я сделал сборную то что мог я сделал своей карьере то что мог это что мне боженька дал да это что я своими ногами заработал ну если у матвея будет лучше пожалуйста хотел бы ты что твои дети стали спортсменами если да то какой вид спорта но начнем с дочки она не занимается никаким видом спорта не любит слава богу школу ходит это там хорошие успехи и хорошо то что касается дани сына он начинал там с трех лет и в хоккей был и теннис играл то есть ему нравятся все виды спорта какую-то акробатику ходил какие-то сальто делает то есть видно что он спортивный пацан футболом занимается на футбол так это ему нравится но я считаю так наверное 12-13 лет когда ему будет уже он поймет нравится ему это не нравится чтобы я доставлял за шкирку возил на тренировку такого нет такого нет и никогда своим детям я не буду указывать что выбирать жизни я могу подсказать как отец на могу направить какое-то правильное русло еще что-то каким-то советом но будет футболистом будет будет не знаю шахматистом будет шахматистом будет там математиком пожалуйста то есть это его выбор и тут нету гонки чтобы читать инфеевых или как там правильно сказали там продолжалось на футболе на сто лет там дальше нет то есть это его будет выбор личный и выбор каждого ребенка что заставит тебя краснеть что плакать а что точно разозлит хорошо плакать сразу я сентиментальный человек я могу как и горе переживать как и радости до другого человека и при этом упустить слезинку то есть это нормально говорят мужики не плачет плачет так что в этом плане все хорошо краснеть наверно какой-то поступок какое-то действие я прекрасно понимаю что даже это футбольное поле но в большей части да то есть там где-то орешь там суде ругаешься еще что-то то есть я понимаю смотрит моя семья мои родители конечно после игры первым делом я им всем описывали отзванивать там ну извиняюсь за свои действия хотя уже понимаю ничего как бы не вернуть назад но есть такая история что там очень краснеть плакать и разолит точно что разозлит но разозлить несправедливость какая-то несправедливость много в жизни бывает например школе там у меня было там у нас в моем классе была девочка там немножко такая больная да можно так сказать и там с правильного класса мальчишки все время обижали там разбегутся там пинка да тут еще что-то я защищал всегда вот это меня злило доставалось пацанам ну не кулаками но пинками и хорошо гонял у меня на тот момент ноги сильнее были поэтому она мечта спасибо говорил игорь владимирович насколько сильно твои бывшие травмы влияют на твою подвижность ну конечно влияет человек не молодеет даже без травм можно заметить да это надо быть роналду или месси которые пока возраст они замечают тренируются там обыгрывать всех травма достаточно тяжелые на были конечно они влияют где-то там хоть артроз еще что то то есть опять же ты должен с этим справляться если ты поставил себе цель играть футбол то не должен там смотреть на какие-то там старые травмы новые травмы то есть должен идти вперед да есть дискомфорт да есть какая-то усталость иногда но меня же ничего не заставляет нам подписывать на там год на два контракта и или ради денег то есть мне как бы этого не надо я люблю футбол дышу футболом иногда с утра до разгинаешься с кровати встаешь но походя там три-четыре минуты там раз все пришел сюда и поехал на тренировку этом смысл моей жизни то есть я хочу как можно дольше продержаться футболе потому что я от него кайфую с какой фразой лучше всего подойти к девушке на улице чтобы познакомиться но где во первых девушка должна быть разговорчива потому что некоторые бывают я не знакомлю все остальное во вторых она должна тебе очень понравится вот у меня конечно такого в жизни не припомню чтобы я прям на улице подходил вот поэтому я еще тут ловилась поэтому я думаю что как-то надо все это делать аккуратно а как это делать аккуратно это наверно какие-то альфонсики и все остальные расскажут то есть но опять же для меня очень важно если девушка тебе понравилось да то есть и ты уже от этого будешь отталкиваться какие-то там это может быть дурацкий вопрос но если контакт пойдет значит все будет хорошо как-то хотя бы на определенный этап времени вот а там как пойдет уже какой твой самый экстремальный поступок или риск это не про тебя самый экстремальный поступок это был год на 2010 что меня в испании занесло летом вот я решил покататься на парашюте катер и тебя на парашют выдувает туда вверх но благополучно я сел в этот парашют все меня выдали туда вверх на метров сто было где-то и начался сильный ветер я прекрасно понимаю что я сижу начинаю махать руками орать но там не не докричишься не домашься я вот так смотрю вверх и там стропа вот так начинает между собой путаться и слава богу что они поняли ну может быть они увидели они поняли по головам что реально поднял сильный ветер и они начали меня потихоньку спускать вот я реально исчезная перепугался потому что я прекрасно понимаете парашюта запутался я просто бы упал со 100 метров об воду естественно я бы с вами тут не разговаривал сейчас сидел на и с того момента не водные мотоциклы не водные лыжи не квадроциклы не самокаты не мопеды в моей жизни просто их нету или там например там приезжаешь куда-то отдыхать семьей тоже пойдем покупаем там в море или куда-то никак жизни я на берегу у меня вода омывает мне так хорошо то есть прекрасно много случаев когда там тебя уносит да ты не понимаешь как себя вести начинают люди ловить панику для меня лучше спокойненько здесь чем напрягаться там игорь кинфеев а ты смотришь матчи женского футбольного клуба цска конечно смотрю если не удается полностью смотреть но обзоры какие-то я всегда смотрю вижу таблицу знаю недавно записывали думал чтобы все хорошо в суперкубку но к сожалению проиграть да вот но ничего это спорт многие говорят женского футбола должно не быть так же как и многих видов спорта каких да там где женщина участвует я думаю почему нет если человек спортивные девчонки любят заниматься футболом пожалуйста тем более насколько я сейчас вижу что гамбул развивается и футбол очень хорошо да идет поэтому как говорит все в их руках на остальных обращать внимание не надо надо идти к своей цели работать тренироваться более стил доставляет удовольствие есть масса примера где люди там рассказывают это не то то не то то есть на этих людей надо просто отметать и все и делать свою работу суши и гекты всегда в такой великолепной форме подтянутые стройные лишь раз в неделю но не всегда прям в отпуске они подтянутые не великолепной форме да я ем раз в день не раз неделю конечно с утра вот например перед нашим интервью я пошел выпил кофе сейчас я пообеду и потом пойду так легкую все ужинать я не буду потому что если я буду есть раза в день то мне это очень понравится тем более готовят очень вкусно и не хочется затягивается это вкуснятина тоже бывает такое что ты начинаешь на в отпуске там попробовал мясо попробовал рыбу попробовал так всего по чуть-чуть и там живот надувается и все потом когда у тебя 4 детей они что-то заказывают себе ты еще за ними начинаешь доедать просто ну там же реально очень вкусно детское меню тоже и даже если мы сейчас где-то вместе там ресторанчик какой-то или дома я себе ничего не делаю я знаю что я за этим даем за этим даем за этим это будет хотя бы немножко вкусного но немножко потому что для моей ноги для моего строения тела мне надо там 78 80 80 это много 78 килограмм держать всегда чтобы продлить долголетие и чтобы у меня нога не мучила игорек как ты относишься к тик током и танцам на камеру господи такой древний единственное знаю тик ток это когда youtube открываешь и там вот эти всякие видосики всплывает ну бывает посмотришь иногда этом процентов 20-30 что-то прикольного есть так соцсети вот то что был инстаграм то есть которые большом счету он сейчас и не нужен никому наверно но в том числе мне а так соцсети нет у меня сейчас ничего нет ничего не ведем могу посмотреть там есть а это прикол на примере сижу там программа это там листы какие-то там прикольные штучки там картинки этом пересылаешь друзьям еще что-то то есть ну все в меру не так чтобы прям залипать зависать там сидеть предлагали сниматься в тик токе я уже для этого нет а я говорю старый для меня не никаких тик токов я еле хожу на какой тик ток для меня еще танцевать ты романтик расскажи про свой самый романтичный поступок тут конечно не в точку я вообще никак не романтик сделать какой-то подарок сюрприз и все остальное это господи это цела для меня приходится всегда приходить к помощи друзей или еще кого-то да там спрашивать а ты как делал там смотреть какие-то вещи вот поэтому я думаю что моя жена наверно обижается на это но там уже спустя 10 лет я думаю она привыкла что тыгра ловим чакенфеева романтики трудно добиться и дождаться но главное чтоб люди любили друг друга подходили друг другу и скажу так романтика там не нужна будет большому счету три способа пройти мимо журналистов микс зоне во-первых каменное лицо это раз всегда второй способ это сказать культурно извините пожалуйста я на вопрос не отвечаю опять же есть группа людей которые любят общаться до журналистами это доставляет удовольствие какой-то минутка слова можно так сказать но я до порода времени тоже это делал но потом когда начинается это вся писанина какая-то неадекватные реакции людей да то есть даже если будешь полностью честен для человека да все равно тебя могут перевернуть на 360 градусов и я для себя решил что я общаюсь журналистами только с теми которых я знаю которые не то что будут под мою дудку писать а будут честно искренне если эта критика конструктивная прекрасно понимаю что он это сделает ну потому что ну все это видно да если там какие-то мои слова там я говорю знаю что он напишет так как я сказал а не так как он там выдумывает одно слово мое и 4 сверху других поэтому годами у меня проверенные свои журналисты но не своя проверенный журналист говорят что ты отлично моешь какие-то коронные песни в караулке господи кто говорит я пою ужасно если честно просто наверное пошел такая пошла такая пьянка потому что сергей жуковым знаком давно да и там пару каких-то клипов записали там шуточных там в клипах я он не снимался в сериале вот нет конечно когда мы встречаемся серега и например это там руки вверх в москве на тверской да естественно ты садишься вип-зал чтобы народ тебя не видел как-то орешь поешь там и микрофон не у ни у кого не отнимаешь на же по очереди позиция плохо я пою на самом деле но если надо будет я могу исполнить вот когда ты вышел на сцену тебе было лет 17 из жуху взял микрофон и спел это что было фонограмма там другие но это все как бы я даже не знал что это будет вот клуб сергей павлович акционов на тот момент сделал такой большой сюрприз они были на гастролях по утре в америке то ли еще где-то вот и раньше как бы когда честное было спрашивали людей кого вы хотите пригласить то есть ну и там я еще там полкоманды скальтом на руки вверх там было круто тему молодые пацаны все вот как-то удалось их выманить но я не знал что я буду на сцену меня подставили может рассказать но пришлось творить тоже там грязь лицом не ударить расскажи еще пожалуйста какие у вас совместные развлечения с каждым из детей о господи главное детьми не попадать в аквапарк или парк развлечений на аттракционах на каких-то это просто можно вечно кататься на одной горке вечно на американский горка кататься и причем мне это достается такая роль вот наверное наверно как у всех детей такого возраста это самое у них такие развлечения если это происходит если выбрать в москве там за городом где мы живем площадке там сына футбол дочка сама по себе там что-то играет рисует какую-то историю принципе у нас там большие парки мы лебедей кормим и там не знаю там зимой на ватрушках катаемся то есть ну есть чем заняться и это наверное просто быт который должен быть у всех я не открыл там не знаю америку ли еще что-то сейчас ну а вот если там перед сном детям почитать таким занимаешься или общение времени нет мы там читать уже нет как бы они там делают уроки все там кушают и перед сном обязательно там хотя бы пять минут надо с каждым полежать то есть там даже не надо читать ничего потому что они там школе читают и все надо поговорить там как прошел день там что-то у тебя случилось там как там школе как на футболе здесь такие какие-то банальные вещи но ребенок тебе открывается разговариваешь с ним и что-то можете спросить какие-то вещи ты отвечаешь ну там 5-10 минут не больше и все и через пять минут заходишь там уже все сопят нас там все игорь а у меня нет вопросов я просто хотел бы пожелать тебе удачи ты крутой спасибо я тоже хочу пожелать девчонкам удачи самое главное нашем спорте без травм чтобы они оставались такие же красивые спортивные и всегда побеждали удачи